В прошлую субботу в спорткомплексе Олимпийц прошел открытый всеукраинский турнир по брове самбо среди мастеров-ветеранов, приуроченный памяти героев Чернобыля. Турнир традиционно является одним из этапов подготовки и отбора ветеранов на чемпионат мира. Торжественные открытия турнира начали с минуты молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По желаниям и удачи и воспоминаниям об аварии на ЧАЭС выступили и другие почетные гости. Приветствую вас в городе Славутичи. И доброй традицией стало проведение турниров памяти героев Чернобыля в нашем городе благодаря Юрию Климентову, славучанину, с которым мы прошли определенный путь спортивной деятельности в городе Славутичи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что вы помните чернобыльцев-ликвидаторов. Спасибо вам большое. Я очень благодарен, что вы стоите здесь. И мне очень приятно, когда сегодня, и не только сегодня, а всегда, когда закинчится встреча, не важно, кто проиграл, кто выиграл. А вы подходите друг к другу, обнимаете, обожаете. Так что это у вас приклад детям, всем людям. Живы дружно, красиво, здоровья вам. Это эпогеи перед чемпионатом мира, турнир Славутичи, конечно. Ну, что сказать. Это этап подготовки к чемпионату мира. Мир в этом году на Кипре. И нам обещают, что сразу после майских праздников будет положение, и надо сразу брать билеты, кто планирует участие в чемпионате мира. Ну, а сейчас, знаете, в этом городе прошли, скажем так, лучшие годы моей тренерской деятельности. И очень приятно сейчас наградить учеников, которых мы с Олегом Геннадьевичем Копыловым тренировали и знаем вот со школьной скамьи. А сейчас из рук заместителя головы они получат определенные звания. Звание мастера спорта по борьбе самбо среди ветеранов присваивается Камок-Зыряну, второму призеру чемпионата мира. Сертификаты звания мастеров спорта среди ветеранов получили и другие спортсмены. В соревнованиях приняли участие команды из Белоруссии, спортсмены из Донецкой, Львовской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей, а также самбисты из Киева, Одессы, Винницы, Краматорска и Соловутича. Солучанин Шубин Евгений весил плюс 100 на соревнованиях занял второе место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА